Приветствую всех, меня зовут Константин Баньков, я вам расскажу о программе Adobe Lightroom. Lightroom это одна из основных таких базовых программ, которые должны быть в арсенале любого фотографа. Предназначена она в первую очередь для создания каталогов, упорядочивания своих фотографий. То есть это каталогизатор, программа каталогизатор. Ее главная задача в том, чтобы организовать ваши фотографии, организовать первичный отбор. И сделать более удобной и легкой обработку этих фотографий, не прибегая к фотошопу. Но сразу хочу сказать, что Adobe Lightroom это некая оболочка над Adobe Camera RAW. Модулем Adobe Camera RAW, который входит в состав того же фотошопа. И обработка в Lightroom это есть не что иное, как работа в Adobe Camera RAW. Только в более, может быть, понятном, интуитивном, таком понятном интуитивном интерфейсе. И Lightroom это скорее, наверное, программа, которая необходима фотографу для быстрой обработки фотографий и передачи клиента уже готовых JPEG файлов. Давайте рассмотрим интерфейс программы. Она состоит из двух основных модулей. Library и Develop. То есть библиотека и обработка. Мы ее будем переводить. Я использую английский вариант, потому что мне очень не нравится перевод на русский интерфейсов. Очень уж больно коробит меня некоторые переводы. Я считаю, в английской версии все достаточно интуитивно понятно. Пробежимся вкратце по интерфейсу модуля Library. В левой панели мы видим навигатор. Навигатор изображения текущего. По нему можно, например, смотреть различные состояния изображения. Далее мы видим секция каталог. В секции каталог мы можем отобрать, посмотреть, вернее, например, сколько у нас всего фотографий. Можем посмотреть, сколько было проимпортировано и сразу переключиться в предыдущие 54 проимпортированные фотографии. Далее идут секция folders, каталоги, папки, в которых хранятся наши файлы. Далее секция collections. Очень удобная и полезная панель, в которой можно создавать некие запросы. Я бы их правильно назвал. То есть нужно понимать, что Lightroom это программа, которая работает над некоторой базой данных ваших фотографий. И как в обычной базе данных можно создавать некоторые запросы с определенной выборкой. И эти запросы будут выдавать конкретные нам какие-то результаты. Например, вот у меня есть коллекция от Rated, не, не, как бы это сказать-то, по-русски даже не знаю, как это назвать, без рейтинга. Да, вот так, правильно. Без рейтинга, фотографии без рейтинга. То есть я всем фотографиям, всем своим фотографиям выставляю всегда рейтинг. То есть пять это самые хорошие фотографии, один это вообще сразу в помойку, два более-менее можно хранить, три обычная фотография, четыре, ну, не шедевр, но уже очень хорошо. Также я всем фотографиям присваиваю некие слова, по которым я их могу потом разыскивать. То есть вот у меня столько-то фотографий сейчас без присвоенных слов, ключевых слов, правильнее говорить. Далее есть секции Publish Services. Ну, я не пользуюсь, ну, хотя, говорят, иногда полезно с ней что-либо поделать. То есть здесь для меня прежде всего интересна секция Collections, ну, и секция, наверное, Folters, чтобы можно было зайти и посмотреть, что, допустим, я снял в 2009 году, в сентябре, там, в каких-то числах. Далее в нижней панели мы видим все те фотографии, которые у меня отобраны согласно определенных вот этих выборок. То есть в данном случае вот у меня здесь внизу все фотографии, у которых нет еще никакого рейтинга. Можно также эти фотографии переключить на центральное вот это окно. Здесь есть вот такие кнопки переключения в некий табличный вид и основное окно. Также можно сравнивать фотографии. Перейдем к правому окну. Здесь мы видим гистограмму, которая нам может много о чем рассказать. Секция, в которой мы можем работать... А, ну, кстати, вот у меня закрыта секция Quick Develop. Я ее никогда не пользуюсь. Я считаю, лучше пользоваться непосредственно модулем Develop и не заморачиваться. Секция Keyword, работы с ключевыми словами, позволяет вам каждой фотографии присвоить определенный набор ключевых слов, по которым вы потом можете их вот здесь вот отсортировать. То есть, допустим, я могу зайти и посмотреть все свои фотографии из Анталии, в Турции, когда я был там в 2010 году. Очень удобно. Рекомендую всем своим фотографиям присваивать ключевые слова. Так, ниже раздел метод дата, в которых вы можете посмотреть все свойства, которые есть у данной фотографии. То есть, если вы снимаете в RAW, здесь вы можете увидеть вообще полный весь набор всех реквизитов, которые присутствуют в RAW. Также, если вы снимаете в JPEG, тоже не проблема. Все фотографии, все фотоаппараты в фотографиях сохраняют данные в формате EXIF, которые можно потом также здесь вот вычитать и посмотреть. То есть, в частности, можно посмотреть фокусное расстояние вашего объектива в момент съемки ISO, была ли вспышка, в общем-то, на какой объектив вы снимали, какой камере, естественно, и, собственно говоря, посмотреть выдержку и диафрагму, что бывает очень забавно, полезно, интересно. Дальше. У всех фотографиях можно вызывать вот такое окно, правой кнопкой, когда я щелкаю, контекстное меню, в котором вы можете выполнять какие-то операции. В частности, можно выполнить экспорт, то есть, я снимаю в RAW формате, я могу сейчас проэкспортировать в формат JPEG. У меня есть определенные уже пресеты, заготовленные, которые я могу использовать для выгрузки в определенной каталоге, с определенными размерами, с определенным качеством. Также могу через экспорт сделать настройки выгрузки в конкретный каталог с желаемыми настройками. Что здесь еще интересного? Здесь мы можем отправить фотографию на редактирование в Photoshop. Причем она будет пропущена, ну то есть, если это RAW формат, то она будет пропущена через Adobe Camera RAW и будет открыта непосредственно в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки. Когда вы закроете и сохраните работу в Photoshop, у вас образуется еще один файл рядом с результатами обработки в Photoshop. Это очень удобно. Далее переключимся на модуль Develop и посмотрим, что можем мы здесь сделать. Здесь мы видим тот же самый навигатор. Причем я не стал сразу объяснять, что это такое и зачем. Например, вы можете создать определенные пресеты в программе с определенной обработкой, которая вам нравится, и потом воспользоваться этим пресетом для быстрой обработки всех остальных фотографий. То есть, достаточно обработать одну фотографию и на все схожие с той же экспозицией, с тем же светом, можно этот пресет просто прогнать. У вас будет фотографии уже обработанные очень быстро, ну и, надеюсь, качественно. Так, в навигаторе я могу посмотреть различные эффекты, то есть, не изменяя основную фотографию в основном окне, я могу в навигаторе посмотреть, как будет выглядеть тот или иной пресет. То есть, до того, как я нажму на его выполнение, я могу это посмотреть в навигаторе и решить, нужно ли мне им воспользоваться. Дальше мы смотрим пресеты. Ну, я кратко рассказал, то есть, это некий механизм, в котором вы можете сохранять историю изменения одной фотографии и потом тиражировать этот сценарий на остальные фотографии. То есть, обработка остальных фотографий будет идентична той, которую вы сейчас только что сделали. Снапшоты. Это снимок, текущий снимок истории ваших действий. Бывает очень полезно сделать для того, чтобы посмотреть ну, то есть, откатиться на какой-то этап, сделать обработку снова и посмотреть, что лучше, до или после. Секция history, история. Здесь будут отображаться все ваши действия. То есть, я вот с этой фотографии, допустим, сделал уже определенные действия, выровнял баланс, подправил чуть-чуть экспозицию, прибрал, прибрал светлые тени, белую и черную точку подправил и исправил четкость и вариацию цветов. Допустим, насыщенности я не трогал, но у меня в нуле осталось. И также мы здесь видим секцию collections, как и на секции library. Очень удобно использовать эту модель для выборки. То есть, мне не нужно, допустим, переключаться сейчас в library и по-новому что-то там отфильтровывать, что-то находить. Это очень удобно. Мы снова также видим в секции develop нижнюю панель, в которой мы видим все наши фотографии согласно выбранной выбранной коллекции. Теперь пробежимся по правой, самой интересной, наверное, самой главной части модуля девелопа. Это, это не что иное, как Adobe Camera Raw, только нечто в другом, неком другом виде. Итак, здесь мы видим гистограмму, в которой мы сразу можем варьировать теми значениями, которые у нас вот здесь вот продублированы. То есть, я могу прямо здесь изменять тени, туда-сюда и двигать. Если мне нужно откатиться, я возвращаюсь на панель History и щелкаю там, где мне нужно остановиться. Дальше мы видим инструменты, инструменты кадрирования. Когда мы щелкаем на эти инструменты, возникают вот такие мини-окошки. Инструмент некий аналог Healing Brush в Adobe Photoshop. Инструмент, который убирает красные глаза. Инструмент, который позволяет вам затенять градиентом определенной области. То есть, например, здесь я могу вот так сделать и убрать экспозицию, сделать этот немножко край синим. То есть, чтобы оживить немножко небо. Я могу немножко вот так вот подкрутить. Могу вот немножко вот так вот сделать. Давайте посмотрим, что у нас было. Что стало? Стало гораздо интереснее, заметьте, да? Дальше мы видим тот же такой же инструмент, только радиальный. Позволяет делать те же самые операции, но уже в радиальном виде. И инструмент Adjustment Brush, который позволяет определенные участки изображения корректировать, создавая маску. Маску мы причем можем отобразить. Вот так вот допустим, да? И я могу по вот этой маске теперь что-либо такого интересного сделать. Например, могу понесить экспозицию, может быть поднять контраст. То есть давайте посмотрим, что было, что стало. Ну, кто-нибудь, наверное, скажет, что фигня какая-то стала. Ну, вот это я на примере показал, что можно сделать таким вот нехитрым движением. Так, поехали дальше. Дальше мы видим работу с балансом белого. Такой вот пипеткой мы можем сразу выравнивать баланс белого. В данном случае неудачно, потому что цвет явно не белый на шапочке. А вот цвет на молнии у нас близкий к белому. Я вижу, что в принципе цвет вполне меня устраивает. Ниже мы смотрим, мы можем править экспозицию, увеличивать, уменьшать. При этом нужно контролировать гистограмму, чтобы не появлялись пересветы. Давайте продемонстрирую. то есть появляются пересветы. Мы можем их посмотреть, наведя курсором на вот эту кнопку. Так, возвращаемся обратно. Мы можем исправлять цвета и тени. То есть если мы видим, что у нас достаточно переэкспонированный кадр, мы можем чуть-чуть прибрать цвета. И вот такая картинка на меня например уже вполне хорошо. Мне кажется точку черного и точку белого можем править. Про тени я уже сказал. Если нам не хватает теней, можно их добавить. В данном случае мне хочется вытащить как раз из тени информацию и показать ее. И некая секция, я бы ее назвал секцией улучшений. Секция, которая позволяет улучшать четкость. Я призываю не пользоваться контрастом. Я призываю пользоваться всегда ползунком Clarity. У них различные алгоритмы действия и Clarity мне нравится больше определенно. Секция Vibrance, которая позволяет увеличивать вариативность цветов. Это некий аналог Saturation. Saturation. Обратите внимание, Saturation работает немножко иным образом. Vibrance работает гораздо более чистым алгоритмом. Особенно если я повышаю здесь совсем в пик увожу. Это не так ядовито выглядит, как выглядит это у Saturation. вообще жизнь какая-то. То есть Saturation у меня всегда ноль. Я оперирую Vibrance, но тоже не стоит им злоупотреблять. То есть подняли до предела 30 максимум 40 и все остановитесь. Особо перенасыщенные фотографии выглядят честно говоря ужасно. Давайте продолжим. Смотрим на секцию кривых. Здесь можно править кривые. То есть могу тот же контраст увеличить вот таким вот образом. Давайте вернемся. Можно поканально править. Для тех, кто не в курсе в Lightroom тоже есть поканальный механизм правки кривых. можно выбирать вот такой вот механизм. А можно кстати переключаться уже вот в более простой вариант где можно допустим играться неким алгоритмом который заложен уже в Adobe Camera Raw. Ну кому-то может это нравится мне не очень. Так поехали дальше. Секция которая работает с цветами причем в трех направлениях направления оттенка направлении насыщенности и светимости. Определенные оттенки на фотографии можно исправить вот этими ползунками. То есть к примеру я могу прибрать зеленый сейчас цвет более менее вот таким сочным что ли ярким могу сделать ярким да правильно говорить могу немножко тон сменить то есть зеленый цвет могу убрать в сторону желтого к примеру вот так вот уводим получается такая осенняя почти фотография заметьте остальные оттенки они никак не меняются то есть например к примеру курточка если посмотрите на курточку девочки на переднем плане у нее никак не меняется цвет курточки следующий раздел сплит тонинг раздельное тонирование я думаю не секрет что цвета и тени модно не то чтобы модно есть некий классический способ затонировать фотографии тени уводятся в некоторый холодный оттенок холодные оттенки это у нас ближе к синему и светлые оттенки уводятся в сторону теплых оттенков допустим желтый вот например вот такое тонирование оно приводит к достаточно интересному такому цвету давайте посмотрим до и после то есть вот используя такой вот механизм можно прямо здесь варьировать инструментами сильнее меньше то есть можно фотографии придавать достаточно интересные оттенки но но призываю особенно свадебных фотографов не увлекайтесь сплит тонированием на свадебных фотографиях только лишь потому что вот эта мода на тонирование она просто может не выдержать испытания временем и ваши затонированные фотографии сегодня скорее всего будут просто нелепо выглядеть лет так через 20-30 и старайтесь оставить о себе хорошую память как хорошего ну то есть как хорошего фотографа цените себя секция детализация в которой мы можем сделать определенные настройки резкости и сглаживание шумов шумы давайте например вот посмотрим здесь вот здесь мы некоторую шумность видим давайте попробуем что-нибудь с ней сделать вот таким вот образом я могу прибрать однако опять-таки я вот не склонен убирать шумы на фотографиях тем более на фотографиях снятых на хорошие камеры эта фотография была снята на 5D Mark III и в общем-то вот эти шумы меня вообще не беспокоят поэтому этим инструментом стоит увлекаться только лишь в критических каких-то случаях следующая секция коррекция объективов очень очень полезная секция особенно для скажем так бюджетно дешевых объективов здесь есть галочка удалить хроматические операции и коррекцию включить коррекцию объектива имеется ввиду геометрическую коррекцию выравнивание венитирование там и так далее настоятельно рекомендую пользоваться вот этой секции только опять-таки нужно следить внимательно за тем что она делает то есть если я допустим вот выключу ее то есть возможно то как оно снято на родную на родной объектив выглядит гораздо лучше нежели после коррекции то есть опять-таки вот это винетирование это же определенная художественная ценность появляется на фотографии дальше секция эффектов здесь я пользуюсь только винетированием винетирование позволяет выделить центральную часть кадра за счет затемнения по углам и возможно вам понадобится добавить некоторый шум на фотографии хотя я пользуюсь этим очень редко я считаю это нужно в очень редких случаях в каких-то очень специфических я бы даже сказал далее очень важная секция камера калибрэйшн здесь мы видим формат представления изображения я пользуюсь сейчас 2012 форматом то есть тот формат который сейчас распространен в последней версии Adobe Camera Raw профиль я всегда выставляю камера нейтрал по умолчанию всегда ставится в Lightroom Adobe Standard и надо сказать что мне Adobe Standard не устраивает по очень многим параметрам я ставлю всегда в камеры нейтрал и снимая на своей камере я тоже выставляю в самой камере нейтральный стиль изображения если мне будет необходимо я могу еще подкрутить вот эти ползунки которые позволяют регулировать определенные настройки профиля и так в общем-то наверное все по обработке что еще хотелось бы сказать в завершении фотографии которые прошли обработку вы должны выгрузить в формат jpeg выгружается это через экспорт кстати я не дорассказал про импорт то есть все фотографии импортируются в каталогизатор ваш вашу базу данных через кнопку импорт открывается новое окошко если у вас вставлена флешка то у вас сразу будет переключен переключено вот это отображение на те файлы которые хранятся у вас на флешке вот в данном случае я вижу фотографии которые я отснял у нас на фестивале в городе Перми белой ночи все фотографии которые я хочу загрузить должны быть отмечены вот таким крыжиком такой вот галочкой я могу выбрать какие-то конкретные допустим я вот это хочу это хочу это или могу все выбрать далее выбираю куда я хочу проимпортировать то есть в тот каталог в котором я храню все свои фотографии то есть у меня на диске допустим есть каталог с моими фотографиями называется фотос там все по датам по годам датам месяцам все разбито я в любой момент могу зайти определенные фотографии за определенный период посмотреть как на самом диске так и вот через Lightroom фотографии у меня всегда переименовываются у меня определенный есть пресет которым я переименовываю фотографии так что еще сразу у меня стоит пресет который исправляет коррекцию объектива выполняет коррекцию объектива и переводит в нейтральный профиль загружаемой фотографии также также я всегда все родные рао форматы из родного формата рао перевожу перевожу в формат днг это формат компания доп он свободный для использования никаких лицензионных там проблем нету использую я вот только лишь для совместимости потерь информации при переводе из cr2 канон каноновского вот этого формата cr2 в днг никакого не происходит и все файлы у меня хранятся в дальнейшем формате днг так ну что ж сейчас я это импортировать не буду нажму отмена и после того как мы фотографии обработали нам нужно фотографии выгрузить выгружаю я через экспорт нажимаю допустим какой-то свой пресет у меня сразу фотографии через пресет прогоняется и выгружается в определенный каталог либо я могу нажать экспорт и оперировать уже настройками непосредственно здесь то есть у меня допустим есть каталог в который я всегда выгружаю там я могу сейчас создать каталог 1 существующий файл и что с ними сделать лучше спросить что с ними сделать всегда вот так вот вставляю файлы я не переименовываю так настройки файлов оставляю с ограничением размера 10 мегабайт пространство цветовое я всегда делаю srgb это пространство необходимое для работы ну скажем так для размещения фотографий в интернете потому что многие ну практически все браузеры они не воспринимают профили jpeg файлов используйте формат всегда srgb если вы поставите любой другой профиль ваши фотографии скорее всего будут отображаться неправильно на других компьютерах на других мониторах точнее ну на других компьютерах размер изображения я не меняю резкость можно отключить можно поставить тут дело вкуса то есть нужно сами определяться метод данной можно поставить только copyright если вы не хотите показывать информацию о вашем файле можно сделать водяной знак нажимаете экспорт и ваша фотография улетает в каталог который вы вот здесь вот обозначили и с этим уже jpeg вы можете работать в дальнейшем так в общем-то вот все что я хотел сказать на на данный момент в рамках данного урока надеюсь вам все было понятно если что-то было непонятно рекомендую рекомендую посмотреть видео уроки Евгения Карташова видео уроки от Александра Киселева поищите на ютубе множество есть видеозаписей где очень многие аспекты объясняются разжевываются и по полочкам раскладываются читайте читайте материалы различные по лайтерому обучайтесь и делайте свои шедевры всего доброго